всем здравствуйте доброго времени суток с вами я ника это мой канал московские будни сегодня я буду готовить котлеты мясные но не обычные котлеты по своему собственному рецепту я фарш не добавляю хлеб я не добавляю молоко я беру фарш любой в моем случае это филе индейки с добавлением грудинки свиной далее я добавлю соль перец по вкусу лук я потерла на мелкой терке я не люблю его прокурить вручу через мясорубку затем я добавлю соль перец я сказала далее добавлю яйцо потом я добавлю вместо молока отвар картофельный водичка в котором я отваривала картофель для пюрешечки эту водичку я буду добавлять в фарш туда сначала чуть-чуть добавлю разрыхлителя у кого нет разрыхлителя можно добавить соду пищевую угошенную лимонным соком для чего я это делаю для того чтобы котлеты были более пушистые вы были чтобы более сочные и еще кто не переносит молоко к у кого аллергии на лактозу есть люди которые вообще в принципе его не переносит у них заболевания какие-то кожные всем рекомендую вместо молока добавлять картофельный отвар ну и соответственно любимые ваши приправы какие хотите я может быть добавлю сухой чеснок посмотрю жарить я буду на кокосовом масле вот такое масло кокосовое вот я уже его поставила греть сковородку поставила греть маслами пока растапливается а я сейчас все буду смешивать и вам все буду показывать и рассказывать оставайтесь со мной до конца я все вам покажу и расскажу и так для начала я беру фарш здесь у меня лук сейчас я все буду перемешивать добавляю соль перец соль я попозже добавлю потому что у меня отвар соленый я картофельная когда картофель варила водичку подсаливала в этот отвар я добавляю разрыхлитель пропорции я напишу в описании все сюда выливаю далее яйцо добавлю приправу у меня перечная смесь с лимоном и чуть-чуть добавляю чеснок сухой все сейчас я это буду перемешивать все он так прошло 20 минут следующую партию я вам покажу буду жарить на растительном масле без запах это я жарила на кокосово такой разницы нету какой есть масло на таком и жарить я сейчас просто хочу одну партию так пожарил другую партию пожарить и показываю что получилось вот в разрезе готова уже котлетка сочная посмотрите сок и какая она мягкая нежная горячий не могу держать вот видите я просто на камеру не пробую поэтому всем рекомендую сделать я сейчас партию пожарю еще на растительном масле тот же самый принцип 20 минут вот одну сторону обжарили минутка следующую переворачиваете накрываете крышкой огонь убавляете и 20 минут до готовности через 20 минут выключаете повторюсь у меня мясо индейка грудка плюс свинина говядина чуть дольше готовится сейчас я помою сковородку и буду жарить на растительном масле я уже сказала но пользуясь случаем я покажу вам маленький лайфхак смотрите не у всех же сковородки такие когда не пригорают вот в моем случае немножко пригорело это не страшно как я с этим справляюсь я налила воду любую холодную горячую ставлю на двоечку чуть-чуть сыплю соду пищевую обычную пищевую соду и оставляю минут на пять максимум минутки 35 увидите когда будет все это подниматься потом просто с моющим средством но и вытираю и сковородка чистая сейчас как закончится это все я помою покажу результат видите там уже начинает она кипеть из-за соды чайную ложечку соды и водички вот примерно сантиметр на дне и на минутку пару минут пройдет посмотрите если мало тогда оставьте еще когда сильное загрязнение важно в какой бы посуде вас пища не подгорела вот таким образом справляетесь кто-то сыпет соль но мне больше нравится сода но если нет соды можно крупную соль также насыпать в таких же пропорциях подержать на огне и помыть все будет чисто идеально и все отойдет никаких прига пригаров не будет дорогие мои вот я показываю результат сковородки чистой после соды вот я ее помыла на идеально теперь я вам показываю вариант как я буду обжаривать на растительном масле добавила растительное масло ставите на максимальную температуру как раскалится масло сразу начинаете выкладывать котлетки котлетки я в этом случае делаю маленькие чтобы посмотреть сколько по времени займет готовка здесь получается 9 котлет у меня выкладываю и жарить я их буду где-то минут десять после того как переверну одну-две минутки с одной стороны до золотистой корочки потом переворачиваю потом жарю минут десять до готовности так ну все ребята я закончила жарить котлеты вторая партия была у меня котлета в два раза меньше соответственно обжаривать вы будете десять минут если это курица со свининой либо курица если говядина значит 15-20 минут первые были большие 20 минут я обжариваю вот таким образом я вам показала как можно готовить котлеты без добавления хлеба без добавления молока и без панировки и не обваливая ни в муке не в панировке ничем они не отличаются они отличаются только с сочностью более воздушные более вкусные пишите комментарии ставьте лайки я всем желаю хорошего настроения крепкого здоровья мирного неба над головой берегите себя и своих близких а с вами была я ника это мой канал московские будни всем пока пока